Добрый вечер, наши дорогие друзья. Так, ну как мы и говорили, что у нас будет макарошки с сосисочками. Мне сюда тоже. И Саша любимый салат с рисовой. Все кровь закрывала. С рисовой. С рисовой. Два пирожка несчастных лежат. Которые остались после детей. Дети прибежали, салвики по два съели. Даже там особо они ужинают. А мне захотелось что-то сегодня, ребята, классы любят и классы не любят. Решили перекусить. У меня губа треснула. Не открыть рот ничего не могу. Так и не открывай. Какая у меня коса длинная, смотри. Волосы длинные уже какие-то. Смотрел одну девочку в ТикТоке. У него такие волосы были. Она так, клац, и у него такие коры. Ну и что, и молодец. Я люблю пирамена. Волосы и зубы отрастут. Не скажи. Нужно все в этой жизни попробовать. Кроме запрещенных веществ. А их что, не готовы? У-у-у. Потому что выбраться нельзя потом. Ну да, секундочку. Хорошие, кстати, соседи взяли. Такие плотные. Я люблю плотные. Ну и что, вкусные были. Что завтра готовить? Ну что подскажет? Такое что-то. И простое, и вкусное. Моя фантазия вышла из чата. Я уже не знаю. Я даже тебе подсказать не могу на одной случай. Реально. Плов не пишите. Потому что с рисом мы недавно ели. Я с рисом ничего не хочу делать. Ну да, рис надоедает. Ну не то, что надоедает. А что? Ну, а то же риса нельзя есть. Как китайцы едят каждый день? Ну, у них желудки уже, организм привык. Вот, а в суши я бы не отказалась. Да, ты ничего не хочешь сейчас. Ну, хочешь суши? Я бы хотела и Никите понравилось. Ну, вообще, детям понравилось. Понравились суши. Хочу все, ребята, посмотреть этот сериал хоть начать. Одну серию. Игру в кальмара. Много мне понравилось. Он типа жесткий. Всех убивает. Ну, жесткий, короче. Многим не понравилось. Так давно уже сериалы, грики не смотрел. Правильно говорят, что даже создатели удивились, что так вот этот фильм пошел, потому что они тоже не рассчитывали. Вообще, он был снят 10 лет назад уже. В смысле? 10 лет назад уже. А выпустили его только? Да. А что так? Денег тика не было еще выпустить? А человек, который написал сценарий? Может, 10 лет назад написал он? А человек, который сценарий написал? Ну да. Ему даже не заплатили денег. А что? Как это? Ну просто. Как-то там так получилось. Мне кажется, что 10 лет назад он написал, а вы только сняли. Не знаю. Я понял по-другому. И поэтому и не заплатили, потому что. Ну конечно, да. Так если написать, да. Допустим, написал ты книгу, да? Мировой. Мировой считай фильм. Ну он не знал. Написал книгу. Продал ее за копейки, потому что тебе надо были деньги. Ну, тираж пустил. А кто-то снял фильм, сериал. Вот такая жизнь несправедливая иногда. Самый, кому повезло в этом отношении, писатель, лучший, по которому сказали очень много фильмов ужасов, Стивен Кинг. Ну и, конечно, эта тетка, которая написала Гарри Поттера. О, да. Миллиардарше, наверное. Скорее всего. Потому что там у нее права почти что на все. На персонажей, на книги, на эти тексты. Ну, короче, на все, на все. Наверное, даже на этих. На сувениры. Смотрела Гарри Поттера? А я не люблю Гарри Поттера. Никогда не смотрела полностью вообще. Мне не нравится, не люблю. Мы... Даже в детстве не любила. Студок начали жить. Вышел фильм Константин. Ну, вы его очень любили, да? Мы один раз посмотрели, и то не досмотрели. Саша не надо посмотреть. Молодые были. Молодые, а заглые. Можно еще макарошек добавить? Да. Ой, горячее, горячее. Ну что? Это достаточно пацетийская осталась. Ну, понятно. Насга есть. Я взяла варила, 2-2 положим. Сейчас, пожалуйста. Какой-то неакон. Он неуклюжий. Не пей мой класс. Ну, такой как бы вкусный, но мне не нравится этот запах. Кваса? Я квас люблю с детства. Хлебный. А я наоборот, вот, квасы мне люблю с детства. Квасы с детства, обожаю. Так что я лапка уже заживет. Ну, сказал в течение двух недель. Ага, да? Заживет прям, да? Угу. Ну, будем ждать. Фух, наелась я. Вот почему так? Я вот сейчас полседьмого, я поела. Потом проходит время. Вплоть до того, пока я не лягусь в кровать. Я есть не хочу вообще. Только ложусь в кровать, у меня появляется зверский аппетит. Понятное дело, я не ем, я просто яблоко. Если сильно хочу кушать, я яблоко съедаю. Почему так? Вот именно до... Сейчас, сейчас. Вот именно до кровати я вообще не хочу есть. Хорошо, сейчас. Мандарин? Мандаринов нет. А мы не покупали мандарины сегодня. Где же их? Кстати, надо, сколько их сегодня раз видел в Магните. Видел, да? По 80 рублей. Так смотрит, оно смотрится. По 80 рублей мандаринов. Ну, не знаю, вкусные или не вкусные. По 80 рублей, ну, в принципе, они... Ну, за 20 кг, 2 кг. Не, значит, для начала ты возьми чуть-чуть, вдруг они все кислые. И что потом? Да. Как ты будешь... Я кислый, если... Ну, это понятно, что ты съешь, а мы как бы еще есть. Я кислые не буду, дети тоже не будут кислые. Сладенькие надо. Сладенькие и без косточек. А то вечно возьмешь куча там косточек, куча. И не поешь нам. Детям я всегда даю, они... Ну, Никита нервничает, когда там косточек много. Они... Я не буду доесть, но у нас и так фруктов не есть никаких. Ну, она с косточками поесть может. В общем, и надо, чтобы такие и без косточек были. А еще, ребята, за 38 лет своих... А, ну-ка. Ни разу не пробовал маму. Ну, в чистом виде. Мамы, да? Да. Ну, мы экзотические такие фрукты никогда не покупали. Кроме ананаса. Как-то купили ананас на Новый год. Мы обычно его не покупаем, а один раз купили, и он был зеленый. Помнишь, Саша? Помню. Еще на старовокзанной мы жили. Ну, в Киеве на старовокзанной. Купили ананаса. Ананаса, думаю, раз в жизни купим ананас на Новый год. А он зеленый. А я еще видела в ТикТоке, что... Видел, как ананас... Проверять хвостик? Нет. Ну, как он остается, вот эти вот... Диоделеные... А, там что-то, да? И вот так чук-чук-чук. И вытаскиваешь прямо так кусочками. Ну, не знаю, правда или нет, это... Это надо купить ананас, проверить. Мне кажется, для видео просто там подрезали, типа вытащила вот так вот. Нет, там реально прям как отслаивается кусочками. Ну, да. Может и правда, не знаю. Ну, да. Так прикольно сидеть и есть. Ну, да. По кусочкам. Ляп-ляп-ляп. А еще я люблю консервированный ананас. Мне тоже очень нравится. Ну, это понятно. Аня, там баночки... И, кстати, ананас жироизжигатель. Да, 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 да. Ананас тоже слышал, что он говорит. Он вас кушает. Даже когда на губы попадает сок, этот сок вас кушает. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Серьезно. Ну, давайте посмотрим.